На избирательных участках Наридмара будут установлены 12 современных комплексов обработки избирательных бюллетеней. Оборудование автоматически сортирует и считает бюллетени. Это позволит исключить любые внешние вмешательства, а также устранить все счетные ошибки. Подробности далее. Современный комплекс обработки избирательных бюллетеней состоит из двух сканирующих устройств, принтера и имеет два режима работы – тестовый и режим реального голосования. Вот они установлены на накопителях, накопители для приема бюллетеней и один принтер для распечатки данных. Вот сейчас принтер распечатывает данные. Комиссия должна убедиться, что, значит, верить. Название выборов, кандидатов, потом строки протокола, все это распечатывается на листе. Вот, если все верно, то тогда продолжить. Это оборудование использовалось в регионе на нескольких участках еще пять лет назад. А в этом году оно впервые будет применено для трехдневного голосования. Каибы также имеют режим переносного голосования. Для этого членам участковых избиркомов необходимо опустить бюллетени граждан, голосовавших на дому. И комплекс посчитает их отдельно. Данные комплексы обработки избирательных бюллетеней отличаются от обычных ящиков для голосования тем, что сюда невозможно вложить пачку бланков за один раз. Поэтому вбросы в избирательный ящик исключены. При попытке сделать вброс автомат выдаст ошибку двойной лист. Мы понимаем, что участковая комиссия, проработавшая день, или как у нас будет на выборах в сентябре трое суток, она, естественно, будет уставшая. Кроме того, избиратели будут голосовать двумя бюллетенями. Это все тоже усложняет подсчет. На одном участке у нас в четвертой школе будут дополнительные выборы. То есть избиратели будут использовать три бюллетеня. Все это автоматически сортирует и считает вот этот вот комплекс обработки избирательных бюллетеней. Напомню, избиратели Ненецкого автономного округа будут выбирать депутатов Государственной думы Федерального собрания 8-го созыва, депутатов Амдермы и Омского сельсовета, а также глав и депутатов в Пустозерском и Малоземельском сельсоветах. Голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова